Информация о незаконном экспорте леса, как правило, поступает из дальневосточной части России. Однако на ушедшие недели новостные сводки взбудоражило сообщение о крупных хищениях в лесном хозяйстве нашего региона. Новосибирская таможня возбудила сразу несколько уголовных дел по фактам незаконной транспортировки леса в Китай. По предварительным данным, ущерб государству уже составил миллиард рублей. Это самая большая партия древесины, вывезенная из России по поддельным документам за последние 10 лет. Главным фигурантом называют лесоборона из Новосибирска. Однако у нашего корреспондента появилась информация, что в теневом трансфере замешаны должностные лица. Слово Александру Куршеву. Забайкальская таможня. Расстояние от областного центра города Читы 500 километров. По ту сторону зеленого забора Манчжурия, Китай. Именно через этот транзитный узел по железной дороге новосибирский предприниматель вывез из России 240 тысяч кубометров круглого леса. Для сравнения, примерно столько же составляет годовой оборот одного из крупнейших алтайских предприятий по переработке древесины. В сопроводительных документах на лес, тем более идущий на экспорт, всегда указывается его происхождение и санитарное заключение. Без паспорта товар не покинет территорию Российской Федерации. Каким образом он пересек забайкальскую границу, остается под вопросом. Несколько поездов, груженных деловой древесиной, строительной сосной и березой, беспрепятственно прошли все юридические и технические проверки. Таможня не остановила груз, дала добро. Человека в кадре зовут Юрий. Попросил не показывать лицо. Долгое время занимался заготовкой и продажей леса в Ордынском районе Новосибирской области. Говорит, в каждой деревне на периферии несколько десятков нелегальных лесопилок. Как вы считаете, много идет леса в Китае? Березки много идет. На каждом углу. Черепаново, Тольменко, во всей деревне. Чулы. Везде, везде китайцы. И все это уходит в Китай? Ну, конечно. Так они чистенькую березку берут, скамелька. Я так понимаю, она уходит не по той цене, которая должна продаваться, да? Конечно, конечно. Ну, какую разницу можете назвать нам? Ну, я не знаю, там они почем продают. Почем принимают там, ну, по пять тысяч чистенькую принимают, наверное. Если бы покупали официально, экспортная цена была бы до 20 тысяч рублей за коп. То есть в четыре раза дороже. Китайские бизнесмены давно просчитали экономику. Выгоднее покупать российский лес у неофициальных лес. По такому принципу и работал один из фигурантов, проходящих по делу о мега-контрабанде из Сибири. Сейчас он находится под арестом и дает показания. Как сообщили в Новосибирской таможне, против него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина после сделок с поставками леса пытался получить прибыль в виде возврата налога на добавочную стоимость. Претендовал на сумму в 113 миллионов рублей. В ходе проверки законодательства, благодаря совместным действиям таможни и сотрудников УФСБ России по Новосибирской области, были выявлены документы, в которых были представлены заведомо недостоверные сведения. И по результатам этой работы были возбуждены в общей сложности 9 уголовных дел. Расследованием параллельно занимаются таможенное управление, транспортная прокуратура и спецслужбы. Значит, в материалах дела фигурируют лица, задавать вопросы, которым некомпетенция рядовых дознавателей. В Новосибирской таможне заявили, что к контрабанде леса люди в погонах никакого отношения не имеют. Мы получили совсем другую информацию от неофициального источника. В настоящее время в разработке федеральных следователей сразу несколько должностных лиц из Забайкальского края, Иркутска и Новосибирского региона. Добавлю, важные кадровые перестановки уже произошли в Читинской таможне. Начальник отдела и его заместитель были задержаны за создание преступной группы и взятки в 4,5 миллиона рублей. Какие роли они играли, остается только догадываться. Кто будет следующими? Александр Куршев, Алексей Погодин. Специально для итогов недели. Субтитры создавал DimaTorzok